Доброе, доброе, бодрое утро, дорогие друзья! И с вами снова Наталья Клокова. И я снова записываю для участниц нашего проекта «Снижение веса. 12 недель до новой тебя» это новое видео. Итак, отличная погода, утро, и я еще в процессе своей утренней тренировки, пока я прошла сегодня со своими палочками для скандинавской ходьбы 2,9 километра. Это 4900 шагов, но у меня еще тренировка не закончилась. Я надеюсь, что вы тоже начинаете свое утро с 10 тысяч шагов. И у нас с вами уже прошел месяц наших занятий, и очень многие из вас показывают просто блестящие результаты. И сегодня я надеюсь, что это видео поможет вам стать еще более эффективными. Итак, вода. Сегодня мы говорим о воде. И это важнейший фактор, если рассматривать вот эти 12 факторов, одновременно влияющих на здоровье человека, то вода наряду с питанием, наряду с психосоматикой, о которых мы уже с вами поговорили, является очень важной. Вода вообще сейчас в нашей жизни очень сложно переоценить ее значение. Но мы сегодня будем говорить о значении воды для здоровья. И вода, еще нельзя сказать, что это полностью изученное вещество. Как ни странно, H2O является, дает в себе еще столько открытий. Я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на то, чтобы вы понимали, что если мы говорим о воде, то это чистая вода, и она должна присутствовать в вашем рационе. Сколько воды пить? Ну, считается, что очень важно потреблять воду в количестве 30 миллилитров на килограмм нормального веса. То есть, если вы весите, нормально должны весить нормальный ваш вес 60 килограмм, то это должно быть, соответственно, 1 литр 800 миллилитров. Ну, то есть, около 2 литров воды должен выпивать человек. И это обязательно. Если рассматривать, мы с вами рассматривали питание с точки зрения клетки, так вот, вода, клетка состоит на 90% из воды и 10% органического вещества. Кроме того, клетки, значит, они, из них состоят ткани, и все клеточки находятся в межклеточном пространстве. И это межклеточное пространство тоже вода. И очень важно, чтобы вы понимали, что вода для клеток – это и ресторан, откуда клетка получает некоторые вещества, это и туалет, куда она выделяет продукты обмена, в водной среде клетки рождаются, соответственно, это роддом, да, и в водной среде клетки умирают. И поэтому, вот, когда ты это знаешь, то очень четко понимаешь, как важно пить чистую воду, и как важно, чтобы ее было достаточно в вашем рационе. Представьте себе такую картину. Очень часто в наших домах бывает, отключается вода, вот совсем, и холодная, и горячая, да. Вот, если мы возьмем, например, 12-этажный дом, что происходит? Ну, в среднем, в каждой квартире, так возьмем, проживает три человека. Ну, и, естественно, через какое-то определенное время, да, там, час, полтора, два, соответственно, каждый член семьи идет в некий кабинет в нашей квартире, да, который называется туалет. Вот, и если пройдет какое-то время, в квартире появляется запах, если воды долго нет, представьте вентиляцию, да, все вот эти запахи идут, выходят, идут в вашу, именно в вашу квартиру, и вот это же самое происходит в наших клетках, органах и тканях, если загрязнено межклеточное пространство. Клетки выделяют, выделяют, но ничто не уходит, нечему это унести, и поэтому возникают поломки в работе огромного механизма. Так вот, дорогие друзья, чтобы не происходило таких вещей, нужно очень важно относиться с пониманием к тому, сколько воды вы должны выпивать, чистой воды. Возможно, для кого-то это будет новая привычка, да, и сначала вы будете себя заставлять пить воду. Значит, утром просыпаетесь, почистили зубы, и после этого стакан чистой воды обязательно. И в течение дня вода должна быть с вами везде, на работе, в машине, дома, у компьютера где-то вы занимаетесь. В кино вы пошли всегда бутылочка воды, не пепсикола, не напитки, а именно бутылка чистой воды. Еще один момент, который вы должны знать и понимать, вы знаете, сейчас есть исследования, я думаю, что вы с ними уже знакомы, они проводятся во всем мире, особенно начались они в Японии, когда выяснилось, что у воды есть информационная память. То есть молекулы воды каким-то непостижимым образом складываются в кластеры и записывают ту информацию, которая есть в окружающей среде. И есть сотни тысяч фотографий, когда вода кристаллизуется, да, при замерзании. Чистая вода реагирует, показано и доказано совершенно, что чистая вода реагирует на эмоции, реагирует на слова, реагирует совершенно определенным образом. И мы знаем, что наши предки, например, когда садились за стол, всегда звучала молитва, и только после этого люди начинали кушать. И вы знаете, вот эта мудрость, накопленная годами, вот мы сейчас снова к этому возвращаемся. Поэтому в наших домах стоит вода в пластиковых бутылках. Она должна быть в красивых хрустальных стеклянных сосудах и стоять на самом видном месте в центре стола. И в доме должна звучать только благость, только доброжелательность, только любовь. И поэтому я желаю вам помнить эти вещи. Вообще в плохом настроении нельзя вкушать пищу, нельзя кушать и нельзя пить воду. Поэтому, значит, вырабатываем новую, для кого-то новую привычку, для кого-то просто это будет напоминание, будет какой-то акцент такой. Этот фокус постоянно держите в голове, значит, 2 литра чистой воды в течение дня, каждый день, всю оставшуюся жизнь. Пока-пока. С вами была Наталья Клокова. С вами была Наталья Клокова. С вами была Наталья Клокова. Продолжение следует...